Все заняли свои места. Мы сегодня на такой импровизированной выставке. Показ мод, сразу всё, да, у нас, Олег Владимирович? У нас и показ мод, и демонстрация географии пород, и породоведения, и стандартизация. Ну всё у нас с вами сегодня. Расскажите, как вы выезжаете на выставки? Потому что я вот, когда вам звоню, вы всё время где-то за границей находитесь. Всё время где-то куда-то возите наших собак. Как это, с точки зрения организации, непросто, наверное. Из чего состоит вообще такой выезд? Это от желания человека продемонстрировать свой труд, своего четвероногого друга и составить конкуренцию за рубежом. Надо отдать должное, наши кинологи, любители и профессионалы путешествуют по всему миру. В основном, конечно, доля правды заключается в том, что в основном с собаками небольших пород. Я уже говорил, что 8 килограмм – это очень удобно для самолёта, для авиакомпаний международных. Сейчас созданы в нашей стране все условия и по выдаче сертификатов международных, ветеринарных, для того, чтобы наши земляки могли путешествовать и в Европу, и в Азию, и в Америку, и в Австралию. Они путешествуют. В этом нет проблемы сейчас. Как это всё выглядит? Это помимо собаки надо столько всего с собой ещё доставить. Это стоит, я хочу сказать, немалых денег. Люди вкладывают, выкраивая своего бюджета, как говорится, копеечку немалую, только лишь для того, чтобы продемонстрировать именно свой труд. Они вырастили, их собака стала чемпионом России, и они хотели бы, чтобы она выиграла в этой же породе, но в Китае, в этой же породе, но в Южной Корее. И привезла титул в Российскую Федерацию чемпион Китая, чемпион Кореи, чемпион Филиппии. И, кстати, щенки этих родителей, которые имеют вот эти дипломы, награды, они, конечно, будут уже иметь больший вес. Конечно. Хотелось бы, чтобы те традиции, о которых вы говорите, селекционных, влияли на качество потомства. А качественное потомство стоило, конечно, не три копейки, и заводчик мог получать хотя бы небольшую выгоду, свои затраты. Пока за свои затраты. Но в Российской Федерации пока не существует такой культуры. У нас превосходят затраты на выращивание собак те, которые там один-два раза в жизни они вяжут свою пленку. С зенками не заработаешь, да? Как это распространенное мнение? Нет, в Российской Федерации пока нет. А вообще каково это? Это надо собаку, если она крупная, да и мелкую, наверное, тоже в перевозке, да, специально в самолёт помещать. Специальные боксы, пластиковые, наша промышленность выпускает. Ну, наверное, у нас в гостинице собак не принимают, так же, как и в кафе нельзя собак. В Российской Федерации с 2002 года существуют поправки к инструкциям по размещению гостей в отеле с четвероногими друзьями. И наши замечательные гостиничные комплексы в Владивостоке предоставляют точно такие же услуги. Все наши гости на всероссийские международные выставки в течение года, они все не селятся по частным гостиницам. Они все размещаются в замечательных гостиничных комплексах. И нет проблем. Ещё за эти года не было ни одного нарекания. Смотрите, собаки совершенно спокойно себя чувствуют. Немного утратили дисциплину, но это, наверное, неизбежно, да? Потому что в основном это представители очень такого раннего возраста, молодого, в своих породах, и они полны энергии. Но я хочу сказать, что это будущие без пяти минут интернациональные чемпионы. Потому что сейчас уже видно, как они могут себя вести для себя в незнакомых, необыкновенных условиях. Это очень важно. А где мы их увидим в будущем году? Будут ли какие-то громкие выставки у нас? Конечно. Как всегда, 7 марта состоится открытие кинологического сезона. Мы приглашаем всех наших горожан, гостей города, гостей края, на эту замечательную выставку всероссийскую «Зоэкспо. Владивостокская весна». У нас есть звонок в студию. Давайте слушать вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Я вот хотела вас задать вопрос. Я живу по Луговой, 51. У меня был пёс. Я его нашла. У меня его похитили. Так как ненавидели меня в доме, что он большой вырос, очень умный, хороший. Я вообще люблю животных. И я посмотрела, столько у нас обездоленных животных. Хороших, вот по Луговой, 51, выше чуть. Щенки прямо классные. Была пурга. Я без слёз не могла смотреть на эту собаку. Как она смотрела, чтобы кто-то ей дал щенков. И вот я сейчас смотрю вашу программу. Конечно, очень красиво, что такие животные живут. Вот почему у нас приюта нет для животных? Это же отдушина на людей. У них как зеркала. Вот смотришь на него, он на тебя смотрит. Просто я, например, мимо не могу прости. Я всегда даю безумное. Они меня любят. Вот даже собака идёт, которая огромная, меня не знает. Я ей говорю, моя ты хорошая. Я тебе сейчас дам покушать. Она смотрит, как можно вот зашёл в щенок, в подъезд. Он живёт на стоянке. Я с ними погуляла, покормила. Ну, чтобы они погрелись просто. Он говорит, ещё раз зайдёт сюда собака, я грохну. Ну, это, скажите, нормальные люди? Спасибо. Мы поняли, да, о чём болит душа. Хороший вопрос. Да. Этот 2014 год был весь посвящён дискуссии по проблемам безнадзорных животных. Я принимала даже в ней отчасти участие. Помню, что закон... Конечно, уже принят. Вы долго работали, и потом всё затихло, а он-то уже заработал, да, на самом деле? Он заработал, и вопрос замечательный. Прежде всего, красота – это и уход касается тех четвероногих друзей. В основном такое представление в обществе, которые имеют родословные, которые имеют ветеринарные паспорта, и только лишь. Нет. Отношение доброе, добропорядочное. Человек, который ответственен за этого четвероногого друга, его, в принципе, никогда не интересует наличие документов у друга. У нас есть. Огромную работу проводят зоозащитные организации. У нас старейшая в крае зоозащитная организация «Зоинформ». Это служба. Это замечательный специалист Инна Житкова, которая несколько десятилетий уже занимается обнаружением, изъятием из неполученных дворов, квартир этих четвероногих друзей. Но самое главное, она ведёт одна из немногих базу у утерянных животных, которые по каким-либо причинам пропали, убежали, их похитили. И вы знаете, за эти последние, наверное, 15-20 лет есть право сказать о том, что, может быть, нет такого централизованного приюта, но есть места с большим количеством организаций, которые обеспечили большое количество волонтёров этого движения. И собаки, кошки, попугайчики, различные даже копытные животные, иногда встречаются и дикие, которые забегают нам из дикого леса. Да, безнадзорно в городе уже не двигаются. У нас ещё один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Вот смотрю вашу программу, у меня улыбка не сходит с лица и от детей, и от животных. Конечно, это масса позитивных эмоций, но почему не любят собак? Я живу на первом этаже, в высоком первом этаже, в центре города, на поле на Илье. И вот утром я пью кофе, собираюсь на работу, наблюдаю каждое утро картину. Ко мне под окна, потому что у меня есть полисадник под окном, выводят собак. И вот моя какая-то куманность, какой-то опыт жизненный не позволяет вредить собакам. Я не понимаю этих вот людей. Вот они или тупые, или что, я понять не могу. Я из окна им говорю, ребят, ну заберите за собой, за собаками. Собака не понимает. Я вот думаю, что вот такие редки, как в предыдущем звонке, да, у женщин, они частности. Ну за что собак не любить, собственно? Ну кусают они редко, да? Их нельзя за то, что они ходят в туалет. Но они не могут не ходить в туалет. В этом виноват и Козеева. Я один раз сказала одному молодому человеку, вот еще большие, ну вот никакого способа это не придумала, а как насчет убрать. В следующий день я увидела у себя просто проколотое колесо. Ну и у меня нет доказательств, что, например, это сделал он. Но он очень агрессивно отреагировал. Как вы работаете со своими ребятами? И что вообще? А как вообще, что действительно вот собирать надо? Спасибо. Ну вот... А действительно? Вопросы-то как важны для города вообще, для нашего общества. Вы знаете, что мы такие мероприятия сейчас проводим даже на выставках. Это раздражает даже тех, кто любит собак. Специальные приспособления, специальные пакеты, рулоны специальной бумаги, влажные салфетки, размещенные по всей территории, для того, чтобы именно те, кто держат собак, уже имели хоть какую-то практику уборки за четвероногим другом. Вопрос очень хороший. Но в полисаднике не надо выгуливать собак. У нас достаточно в нашем городе отдаленных мест, где они гуляют с детьми и прочее, и с другой категорией людей. Неважно, ребенок это или пожилой человек. Но мне бы очень хотелось, чтобы хотя бы в каждом районе города было два-три специально отведенных места, как это сделали в Москве, как это сделали в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, как это сделали в Риге, которая, эта страна не имеет достаточно большой свободной территории для этих вопросов, для выгуливания собак. Но количество собак на душу населения там несколько даже выше, чем в России. А как этот вопрос решают в Японии? Потому что уж где земли мало, так это там. Япония очень консервативна в этих вопросах. Во-первых, там нельзя в многоэтажных домах держать собаку выше 45 сантиметров. У них все определено весом и высотой в холке. И это правильно. Вот наш пудель, он подошел бы японцам пойти? Наш пудель, скорее всего, жил бы в отдельно стоящем доме. Приобретя такого замечательного представителя этой породы, я думаю, владельцы уже давно бы позаботились о домике. Ну и раз назвали страну, допустим, вот про Японию речь, это на базе частных питомников. Частный питомник имеет отдельно взятую территорию, отдельно стоящее здание. Это может быть не всегда жилой дом. Вот кто-то может туда приезжать, но там есть целая система штатных сотрудников. От ветеринарного специалиста до кинолога. Там выбрасывают собак на улицу, если она не понравилась, и из щенка выросло что-то не то? Там законом запрещено, но некоторые проблемы существуют. Но в основном они связаны с внезапной утерей. Когда собака напугалась сильного звука сигнализации внезапно сработавшей автомобильной, и вырвалась из ошейника и убежала. Но новогодние вечера, новогодние вечера. Вот, кстати, да, надо всех предупредить, что пойдут в фейерверки. Ни в коем случае, даже если вы знаете свою собаку ни один месяц, ни один год, позаботьтесь, чтобы она вас была всегда с ошейничком и обязательно на поводке. Пугаются, действительно? Обязательно. Очень пугаются. И проблем с потерей четвероногих друзей. Именно 26 и 10 января. Прям не очень благополучные даты для нашей науки. Ну и Нажиткова будет искать и возвращать. Конечно, приходится искать и возвращает. Возвращает, потому что, конечно, большое количество горожан в это время находится дома. И замерзающую, трясущуюся декоративную собачку не оставят на улице. Вот вы мне как-то в одном из интервью сказали, что, ну, объяснили, так сказать, почему собаки оказываются на улице. Потому что они не подошли по экстерьеру, да? Людям, которые их завели. В основном по характеру. Я помню эту передачу замечательную. Ну, то есть купил, да, как тот случай. Купил таксу, выросло что-то другое, а мне не подходит, выброшу бы я тебя на улицу. Это один момент, да? А другой момент, когда она действительно не подходит по характеру. Ну, все мы знаем, что и кошка, и собака могут испортить жизнь, если она не ужилась в этой семье. Она может стать причиной многих проблем. Ну, а как быть в таком случае? Есть такая проблема. Но в основном, опять же, вернемся к тому, это связано в основном не с анатомией экстерьера. Яна, это связано с поведением собаки. То есть она не удовлетворяет, человек не ожидал. Как решить? Что собака, допустим, породы, ну, какую возьмем, фараонова собака, или вот ты вспоминала афганскую борзую, замечательную, они не всем семьям подходят. Им определенный темперамент человека, определенный тип высшей нервной деятельности, атмосфера в семье будет влиять на поединческие реакции. В какой семье они будут жить хорошо? Это в основном сангвиники, очень уравновешенные, в основном ведущие активный образ жизни, но ближе к меланхоликам, которые процессы не связаны с такой... Вот о таких вещах разве люди думают, когда заводят собаку? А надо бы, да? Нет, конечно. Для этого существует в краевом клубе большое количество сотрудников, преподавателей, тренеров, дрессировщиков, которые помогают корректировать поведение. Корректировать поведение. Это возможно в любом возрасте собаки? В любом. Абсолютно в любом. То есть нужна воля владельца? Конечно. Свободное время и его желание, чтобы ему помогли. Теперь ответьте на вопрос, который мучает меня очень давно. Куда делись афганские борзые? Они просто исчезли в один прекрасный момент. Появилось большое количество борзых представителей других стран. Когда в большом количестве были афганские борзые, не было грейхаундов, английских борзых, не было итальянских борзых, левретки, не было уипитов, не было азоваков, центрально-африканской республики борзые. Это необыкновенно. Все есть в Владивостоке. Вы представляете? Все эти породы, которые я перечислил в великолепном качестве и количестве, есть в Владивостоке. А есть ли какие-то породы, которые в Владивостоке не представлены? Вот кого нам еще не хватает для полной картины такой кинологической? Нам не хватает, наверное, все-таки Схипендуса. Нам не хватает, пожалуй, турецкого волкодава. Нам, пожалуй, не хватает представителей третьей группы терьеров, которые в таком малом количестве на планете, но наши приморские собаководы звонят и спрашивают, ну а где же взять щенка породы, допустим, Дэнди Динмонд Терьер? Ведь это случилось всего пять лет назад, когда эти лечащие терьеры... Схипендус, да, вы сказали первое слово. Схипендус? Как он выглядит? Это представитель Голландии, овчарка, которая имеет длинную шерсть, очень красивую, небольшого размера, с различными такими размытыми пятнами и по всему корпусу. Девчонки отсчитывают уже секунды до конца эфира. До секунды, но вы знаете еще, что хочется сказать про породы, которых не хватает во Владивостоке. Не хватает специалистов, которые бы занимались этими породами. То есть будет хипендус, нужен будет специалист по схипендусам. 20 специалистов, конечно, специалистов, кинологов. И развитие, расширение такого, знаете, поля кинологического, поля деятельности происходит ежегодно. Единственное, о чем можно сказать, что буквально 3-4 года, как в нашем крае, стала действовать кинологическая программа, когда наших кинологов, с собаками породы Нефаундленд, Лензер, Лабрадор-ретривер, Золотистый ретривер, Хаски, Бельгийская овчарка, Ирландский терьер, стали приглашать в больницы, в интернаты для детишек, которым необходимо дополнительное внимание. Они их лечат, да? Это кинологические доктора. Это лечение. Спасибо, что приняли участие в нашей программе. Спасибо вам, Олег Владимирович. Спасибо всем нашим прекрасным участницам и их питомцам. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.